Воскресный днём И вот мы сегодня с вами слышали евангельское чтение об исцелении десяти прокажённых. И вроде тема этого евангельского чтения, она очень так ясна, понятна, это тема благодарения. Потому что эти десять исцелённых ушли, а поблагодарить вернулся только один иноплеменник. И Господь воздыхает и с такой грустью говорит, вот один пришёл, а девять где? Святитель Игнатий Бринчанинов, комментируя этот момент, он говорит, что Господь не грустит не о том, что они не пришли поблагодарить. Он вообще не нуждается в этом благодарении. А он грустит об их внутреннем состоянии, будучи исцелёнными, будучи свидетелями и на себе испытавшими чудо Божие, они остались жестокосердными. И вот тема благодарения, она соприкасается с ещё очень важной темой духовной жизни нашей, и которая касается, и наверное, как очень актуально в наше время, и касается очень многих. Это тема уныния, депрессии и отчаяния. Вот, святой апостол Павел, его можно назвать проповедником благодарения. Потому что, если вы будете читать его послание, в каждом послании, по многу раз благодарю Бога моего за то, благодарю Бога моего за другое, благодарю Бога моего, благодарю, благодарю, благодарю. И других призывают благодарить. В одном из апостольских посланий апостол Павел описывает свою жизнь, жизнь человека, который до конца своих дней проповедовал Слово Божие, проповедовал Бога, проповедовал Христа. Он был наделён всеми апостольскими дарами, и кроме слов, мудрости духовной, о которой он говорил, он совершал много чудес, исцелял, воскрешал и очень много трудился. И вот он говорит о том, что ему во время апостольского служения пришлось пережить. Он описывает, сколько раз он был бит палками, сколько был побиваем камнями, сколько раз находился в опасностях, в пустыне, в голоде, в ноготе, в труде, и сколько раз в его жизни было предательство тех, которые называли себя по отношению к нему братьями, которые, как говорится, встыкали нож в спину. И вот, казалось бы, вот этот человек, который проповедует Бога и всё это переживает, что должен говорить? Наверное, по-человечески, если рассудить, особенно человеку неверующему, наверное, он должен пребывать в постоянном уныне и депрессии, в вопросах мучившихся, ну что, за что, почему, Господи, я тебя проповедую, совершаю много чудес, и вот плата за это. Но он говорит, даже даёт такую заповедь, он говорит, непрестанно радуйтесь, непрестанно радуйтесь. А почему непрестанно радуйтесь? Ну понятно, что он говорит не о том, что радоваться, когда всё хорошо, там не надо такую заповедь давать, это всё и так понятно, и так мы радуемся. Он говорит о том, что радоваться надо, когда скорби, когда тяжело Но и встают вопросы, как же это сделать И вот в послании филиппинцев апостол Павел буквально в четырех словах Объясняет, что надо делать, чтобы получить этот дар непрестанной радости То есть всегда радуйтесь, всегда радуйтесь Он сказал такие четыре слова Непрестанно молитесь и за все благодарите Непрестанно молитесь и за все благодарите Если взять вот эти четыре слова О них Господь сказал в одном евангельском повествовании Оно читалось вчера на службе Он сказал своим последователям Вы должны быть подобным мужам, припоясанным, стоящими с горящими светильниками И готовы в любой момент встретить господина своего И вот, говорит, если он придет один раз, и второй раз, и третий раз Найдет их такими, он будет очень рад, и он послужит им, и он их вознаградит Некоторые толкователи говорят, что это говорится о смерти Но здесь есть еще один смысл Потому что два и три раза мы не умираем Что скорби в нашей жизни это Божие посещение Это промысел Божий касается нас И вот быть готовым к ним Это непрестанно молиться И за все Бога благодарить И тогда в нашей жизни Когда наступит тяжело Большая вероятность того Что с нами будет Господь А когда с нами Господь Тогда и радость с нами Потому что сам Господь сказал Блажение Есть те, когда поносят вам И женут И рекут себя зол, глагол Лжущие Меня ради То есть претерпевающие вот эти удары Поношения, несправедливости Господь говорит Радуйтесь и веселитесь Ибо награда ваша много на небесе Но можно вот так вот радоваться и веселиться Чисто теоретически Зная, что награды на небесе нет Это надо пережить И апостол Павел в сегодняшнем послании Сказал такие слова Которые опять же начинаются со слов благодарности Он говорит, благодарю Бога Что Он призвал нам нас И даровал нам жизнь во свете Христос это свет И ко Христу Надо повернуться лицом Быть во тьме Это знаете Но вот если бы солнце светило Встать спиной к солнцу Ты не видишь солнца Ты видишь тень Перед тобой тьма Повернуться к Богу лицом Чтобы свет вошел в нашу жизнь А для этого надо Как опять же повторю слова апостола Павла Непрестанно радуйтесь И за все благодарите И последнее Я приведу пример одного святого Которого вы все прекрасно знаете Святитель Иоанн Златоуст Ему принадлежат вот эти слова удивительные Слава Богу за все Казалось бы, сколько людей Говорит эти слова Слава Богу, слава Богу, слава Богу Но дело не в этом, что он сказал Не только, точнее, в том, что он сказал А кто это сказал и когда Святитель Иоанн Златоуст Патриарх Констинопольский Чудотворец Которого просто обожало его паство Собственно, которое дало ему вот это название Златоуст Насколько он нес Слово Божие В православной империи При православном императоре Умирает в ссылке От малярии и голода И вот умирая в ссылке От малярии и голода Патриарх Чудотворец говорит Слава Богу за все Он был готов По слову Спасителя Он был припоясан И стоял с горящим светильником И когда удар промысла Божия Его коснулся Он встретил его готовым И сказал вот эти удивительные слова Поэтому желаем всем нам Трудиться Идти к этой цели Не сдаваться Молиться И Бога за все благодарить Когда вам станет очень грустно И будет казаться Что вам очень тяжело Обратитесь к одному общему другу Его зовут Ютуб И наберите о том Как люди живут в Африке Посмотрите И задайте себе вопрос А я вообще выбирал Где мне родиться И поблагодарил Бога Хотя бы раз в своей жизни Что родился в стране Где много пресной воды Где есть отопление Где я буду одет и сыт Слава Богу за все Аминь Спасибо 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 Спасибо